Новости на телеканале Север, в студии Ольга Русул. Здравствуйте в этом выпуске. 9 новых случаев заболевания COVID-19 выявили в регионе в минувшие сутки. В числе заболевших 6 жителей Нарьинмара и трое жителей Неси. Один человек из ранее заболевших скончался. Потомственный оленевод Большеземельской тундры Илья Литков за заслуги в развитии сельского хозяйства и 30-летнюю работу в оленеводстве награжден почетной грамотой президента России. Праздник к нам приходит. В регионе стартовала череда новогодних представлений для детей. Наша съемочная группа побывала на сказочном празднике в Центре социальной адаптации «Особое детство». В Нарьинмаре состоялась торжественная церемония вручения государственных наград и почетных званий. Среди награжденных – воспитатели, пилоты, оленеводы и представители других профессий. Александра Литкова расскажет подробнее. «Без своих детей является достойным примером. Его дети продолжают трудиться в тундре». Потомственный оленевод и многодетный отец Илья Литков более 30 лет трудится в Большеземельской тундре. За заслуги в развитии сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу мужчина удостоился почетной грамоты президента России. В числе награжденных почетными званиями президента представители транспортной, сельскохозяйственной и энергетической сфер – летчики и воспитатели. Одна из них – педагог с полувековым стажем Валентина Юркова. На заслуженный отдых женщина вышла только в этом году. «Я работала всегда в детском саду воспитателем с 1967 года. Работала много на периферии – в Шойне, в Андиге, в Хангурее. В Гнездышко я работаю с 1984 года. Стаж у меня больше 50 лет. Так что я думаю, что не напрасно я работала». Заслуженный работник пищевой промышленности Российской Федерации. Этого звания удостоилась кондитер третьего разряда Зинаида Кислякова. Ее трудовой книжке значится только одно предприятие – Нарьянмарский хлебозавод. Работать сюда пекарь пришла 40 лет назад и трудится по сей день. «Все время я смотрела, как мама там печет, бабушка. И вот теперь я не могу даже уйти, бросить эту работу, потому что все мои уже ушли, которые были со мной, работали однолетки, так скажем. И не могу бросить работу, все еще работаю. И даже вот сейчас, придя сюда на это заседание, оставила, бегом-бегом побежала, на всех оставила. Я думаю, может, что-нибудь сделают без меня, то, конечно, справятся. Там и баранки, там и пряники, они у меня все в печи». Профессиональные почетные звания Неницкого автономного округа в этот день получили ветеран труда Виктор Филиппов, командир вертолета Ми-8 Олег Подхамутов, заместитель командира летного отряда Нарьянмарского объединенного авиаотряда Александр Король. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Девять новых случаев заболевания COVID-19 выявили в регионе за минувшие сутки. В числе заболевших шесть жителей Нарьянмара и трое жителей Неси. По информации регионального управления Роспотребнадзора, в настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории, уровня референс находится 129 человек. Еще у пяти пациентов коронавирус подтвержден результатами исследования методом иммуноферментного анализа. В целом на лечении в регионе находится 134 человека. Из них стационарное лечение получают 26 человек, амбулаторное – 108. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 972 человека, близко контактировавших с заболевшими. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 3465 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 3230 человек. За прошедшие сутки – 14 человек. В регионе зарегистрировано 85 летальных исходов от коронавируса. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности. Посты и педконтроли в аэропорту Нарьинмара, на посадочных площадках в Нижней Пёше, Оми и Неси. Обязательный масочный режим. Система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. Постановление главного государственного санитарного врача по Ненецкому автономному округу об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. Проблемы села, коронавирус и внешняя политика. На эти и многие другие темы почти 4 часа общался с журналистами в прямом эфире президент России Владимир Путин. Ежегодная пресс-конференция главы государства для зарубежных, федеральных и региональных СМИ прошла накануне в Москве. Подробности в сюжете моей коллеги Елизаветы Кабановой. В центральном выставочном зале «Манеж» собрали журналисты из всех регионов России. От Камчатки до Крыма. Повод, что не наесть вески – задать вопрос президенту. К тому же в этом году из-за эпид-обстановки участников пресс-конференции Владимира Путина вдвое меньше. Следовательно, шанс озвучить свой вопрос выше. Для того, чтобы попасть в число журналистов, у которых будет шанс задать вопрос президенту, нужно было пройти официальную аккредитацию. Но и это не все требования в условиях пандемии. Из-за пандемии коронавируса были также усилены меры контроля. Например, чтобы попасть на конференцию, нужно было сдать три ПЦР-теста. Также нужно обязательно находиться в маске и пройти через специальную обеззараживающую рамку, в которой нужно находиться не менее 10 секунд. Участие в пресс-конференции главы российского государства приняли более 500 представителей зарубежных, федеральных и региональных СМИ. Что касается последней категории, то местные журналисты приготовили для президента вопросы, которые волнуют население в регионах. Многие журналисты не раскрывают свой вопрос до начала пресс-конференции. Например, как девушка с плакатом «Я Маша из Владивостока». Мы с коллегами шутим у себя в Приморье, что в Владивостоке складывается такая добрая традиция, что именно Мария, журналистки по имени Мария, приезжают к Владимиру Владимировичу на пресс-конференцию каждый год. А вопрос пока не могу раскрыть, но вот, говорю, тонкий намек, часы, потому что мы находимся в другом часовом поясе, и, собственно, нам немножко тяжеловато жить. Там вопрос будет именно про время. К сожалению, Мария так и не смогла озвучить свой вопрос президенту. Только 10% аккредитовавшихся смогли это сделать. Наша съемочная группа перед началом мероприятия пообщалась с коллегой из редакции общественного телевидения России, федерального канала, с которым сотрудничает телеканал «Север» в рамках региональных врезок на УТР. И вот одна из самых острых тем – это развитие села, потому что нас много смотрят в глубинке, и мы понимаем, что в больших городах очень много крупных, дорогих инфраструктурных проектов по всей стране, а деревня, и в 21 веке остается, к сожалению, деревней. И мы хотим сегодня спросить у президента, планирует ли государство развивать село и проводить крупные инфраструктурные проекты, в том числе и там. Ольга получила ответ на свой вопрос от президента во время прямой трансляции. Тема развития села остро стоит и в арктических регионах. Мы уже, по-моему, упоминали о программе реновации школ и строительстве новых школ. Так вот, опережающим темпом это, конечно, будет делаться на селе. Я именно об этом просил, и именно это будет, безусловно, обеспечено. Что касается интернета, то не случайно. Вы сейчас упомянули о том, что вот интернет есть, а в этом самом, в деревне может не быть там каких-то элементарных вещей. Ну, конечно, об элементарных вещах можно и нужно думать, но и интернет надо обеспечить для того, чтобы на селе люди могли получать определенный современный уровень образования и пользоваться теми услугами, которые можно получить через интернет даже в отдаленных регионах и в маленьких населённых пунктах. Помимо этого, Владимир Путин уточнил, что на эти цели предусмотрены дополнительные средства. Значительный объём денег, который заложен на развитие инфраструктуры, пойдёт именно на развитие сельских территорий. Ещё один вопрос, актуальный для Ленинского округа, озвучила корреспондент из соседнего региона – Республики Коми. Он касался программы переселения жителей из ветхого и аварийного жилья. Как вы оцениваете те условия, которые выдвигаются федеральным центром для регионов, для того, чтобы расселять аварийное жильё? Эффективны ли они, на ваш взгляд? Будете ли вы их усиливать, ужесточать или, быть может быть, ослаблять? Я уже много раз говорил на этот счёт. И хочу повторить ещё раз. Мы должны вытащить людей из этой ситуации, из тех трущоб, где они проживают. Самая главная часть вашего вопроса – будет ли продолжение этих программ. То есть, будет ли признано аварийным жильё после 1 января 2017 года. И будут ли выделяться для этого соответствующие деньги. Будут. Программа готовится. По словам Владимира Путина, финансовые возможности регионов растут. Но большая часть средств на эти программы должна идти из федерального бюджета. Всего на конференции прозвучало более 40 вопросов. Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Кандидат исторических наук Марина Калавангина презентовала книгу «Югорский узел», основанную на истории Ненецкого округа в годы Великой Отечественной войны. Подробности далее. Это не первая книга-историка, посвящённая военным годам. Эта книга касается страницы легендарной, героической. Появляется эта книга не случайно. Она была приурочена к 75-летию Великой Победы над фашистской Германией и раскрывает, в общем-то, малоизученную и малоисследованную страницу истории нашего региона. Я полагаю, что в этом её главная ценность. Изданию предшествовала коропотливая работа по поиску и изучению исторических материалов. Но мы совсем ничего не знали до сих пор о том, как происходили, как развивались события на срединном участке Северного морского пути вдоль побережья нашего округа. И вот как раз благодаря тому, что в начале 21 века были сняты грифы совершенно секретно и секретно с документом Беломорской военной флотилии, удалось на основе комплекса этих документов раскрыть эту интереснейшую страницу нашей региональной истории. Книга состоит из четырёх глав. В первой части рассказывается об истории становления Амдерминского района, который появился практически перед самой войной. Как встретили жители Амдерминского района войну, как реагировали на все происходящие события. Всё это показано на конкретных примерах. Вторая глава посвящена обороне Югорского пролива в годы Великой Этической войны, а третья – Югорскому лагерю НКВД. Это строительство 300 или Югорский лагерь НКВД. Задача, которая ставилась перед строителями, перед заключёнными и вольнонаемными, в кратчайшие сроки построить в районе местечка Хабарова порт такой мощности, чтобы он мог заменить в случае необходимости морской порт Мурманска и Архангельска. В четвёртой заключительной части издания можно узнать об участии ненцев в вооружённом сопротивлении коренных народов Ямальской и Большеземельской тундр, политике советского правительства по ликвитации традиционной социально-экономической структуры этих народов, о культурации их в пространстве складывающегося советского общества и экономической эксплуатации в годы коллективизации и Второй мировой войны. Особенностью этой книги является то, что её часть, в частности глава, посвящённая Мандаладе, переведена на ненецкий язык. Приобрести книгу «Югорский узел» можно в музее. Василий Хатанзейский, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Праздник к нам приходит. В регионе стартовала череда новогодних представлений для детей. Накануне наша съёмочная группа побывала на сказочном празднике в Центре социальной адаптации «Особое детство». Подробнее расскажем в следующем сюжете. Смотри, мам! Сказочное представление с играми и задорным детским смехом. На новогоднюю ёлку в Центре социальной адаптации «Особое детство» пришли ребята, чтобы проводить старый год и встретить новый. Гоша Журавлёв усердно готовится к празднику уже в четвёртый раз. Сегодня он пришёл в костюме тигра, символа следующего года. Также мальчик рассказал Деду Морозу стишок. Наедине ёлочку мы по странам зая. Разуваку ёлочки песни зашвучали. Ёлка наятная, множество окинье. Ждай им радужных новогодних дней. Перед приходом на праздник доброго волшебника ребятам показали новогоднее представление. Деснегурочки из разных регионов доказывали, кто из них настоящая внучка Деда Мороза. В представление принимали участие дети разных возрастов. Мне понравилось, когда пришёл Дед Мороз и он начал сдать подарки. Мы прыгали на конях, ходили в валенках, водили работы и знакомились со всеми. Новый год для детей – это один из самых важных праздников. Ведь именно в этот день, благодаря подаркам Деда Мороза, сбываются самые заветные желания. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Вместе с детьми в новогоднем представлении принимали участие и их родители, для которых очень важно, чтобы их особенные дети получили заряд радости и новогоднего настроения. Здорово, в общем, молодцы. Особое детство нам очень нравится. Молодцы, организовали всё. Спасибо им большое. Новогодний праздник в Центре социальной адаптации «Особое детство» имеет свои особенности. Самое главное во всех таких мероприятиях для особенных детей – это контактность. То есть мы составляем сценарий таким образом, что каждый ребёнок – участник события. Он приближен к тому, что происходит. Он может всё потрогать, пощупать, сам поучаствовать. То есть он погружается в атмосферу сказки. Также поздравить ребят и их родителей с наступающим Новым годом приехал и губернатор округа Юрий Бездудный. Вместе с детьми он водил хороводы. А с Дедом Морозом зажёг огни на ёлке и вручил подарки. От Центра «Особое детство» хотим поздравить всех жителей, гостей, друзей, детишек с Новым годом, любви и счастья вам, мира и добра, хорошего настроения и исполнения желаний. И самых замечательных новогодних подарков. С Новым годом! В завершение года науки и техники, объявленного президентом России Владимиром Путиным, с визитом в Ненинский округ прибыл космонавт Сергей Куть-Сверчков. Почётный гость города только в этом году вернулся из длительного космического полёта, в котором не забыл про наш северный регион. Подробности в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Привет мальчику Антону, с которым мы вместе рисовали рисунок на мастер-классе «108 минут с космонавтом» у вас на Рианмаре. Звёздный привет от настоящего космонавта. О чём ещё можно мечтать? Антон Сырорыбов совсем недавно вместе с мамой аккуратно выводил буквы будущего послания перед полётом своему герою. Мы когда с мамой узнали, что можно задать вопрос космонавту, и мы решили задать вопрос. Как в космосе так долго жить и находиться? Почти полгода. Как там вообще без интернета, без всего такого, чем можно там себя развлекать? И что тебе ответили? Ну, мне передали привет. Ну, пожелали, чтобы я хорошо учился, хорошо себя вёл. Знакомство юного мечтателя с Сергеем Куцверчковым началось ещё в 2019 году на конкурсе «Через Арктику к звёздам». Тогда Антону помогал сам космонавт, а позже оставил автограф на рисунке малыша. Да, прошло в очень дружной, тёплой обстановке. Рисовали вместе космос. Мне было интересно с ребятами пообщаться. И, кроме того, там была целая галерея рисунков, посвящённых космосу. И мне очень запомнились некоторые работы, очень качественно были выполнены. У нас юные таланты везде. Знакомить юных жителей региона с настоящими космонавтами стало возможным благодаря сотрудничеству «Звёздного городка» с некоммерческой организацией «Друзья Заполярья» из Наринмара. Мы проводим, насколько нам позволяют эти условия. Стараемся проводить различные конкурсы, как-то детей заинтересовать темой авиации и космоса. Тем более у нас заполярные пилоты, наши полярные лётчики, они тоже очень близки к теме авиации и космонавтики. Поэтому у нас есть очень много общего. И мы, конечно же, сотрудничаем со школьниками из «Звёздного городка», которые познают о том риске, который ежедневно выполняют наши пилоты Заполярья. Ну и, конечно же, мы уже о том, что, казалось бы, ещё совсем недавно для нас это что-то неведомое, но вот оно и реально. Сотрудничество с космонавтами началось ещё в 2011 году, когда в Наринмар приехал космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Женибеков. На сегодняшний момент Неницкий округ уже посетили восемь космонавтов. Все они Герои России и Советского Союза. Сегодня Сергей Кутис-Верчков, он как раз сказал, уже встретился с несколькими школьниками, уже несколько встреч было, и он как раз сказал о том, что наши дети вполне показывают высокие результаты в знаниях физики и астрономии. Это значит, что всё впереди у нашего округа, и, возможно, и у нас будет не только первый космонавт, а может, и учёный, конструктор, которого мы тоже будем так очень сильно любить и дорожить этим. Также в администрации города были подведены итоги конкурса с Новым годом на Наринмар, где победителям вручали призы мэр города Олег Белак и космонавт Сергей Кутис-Верчков. В ожидании чуда нужно понимать, что чудо не происходит само по себе. Мы являемся творцами той реальности, которая нас окружает. Именно поэтому, когда вы создаёте красоту и радость, эта красота и радость возникают вокруг, и она передаётся. Именно поэтому очень важно творить добрые и хорошие вещи. Они имеют свойство умножаться. И то, что так многое количество молодых, юных граждан города принимало в этом участие, вызывает большую радость. Всем спасибо за участие. В Новом году благополучия, крепкого здоровья, новых свершений. Растите и продолжайте творить вокруг себя красоту. Приятным и неожиданным сюрпризом для постоянного участника мастер-классов и конкурсов Антона Сырорыбова стал специальный подарок из рук космонавта. К слову, если бы не письмо малыша на предполётную пресс-конференцию космонавтов, то жители региона не получили бы персональный привет из космоса. Отправляем вам с попутным солнечным ветром космический привет. Пусть он отразится на вашем небосклоне с северным сиянием. Привет всем нашим северным друзьям. До скорой встречи. Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков. Сергей Костюшков. Наталья Дуркина, Антон Водряков, телеканал Север. На этом у меня всё. Далее прогноз погоды спонсора выпуска. Компания «Рент» по производству и продаже снегоболотоходов «Зырянин». До свидания, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова